МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Полина Толмачева и Ольга Дмитриева. Вы смотрите Утро на ОТВ. Встречаем новый день вместе. И сегодня в нашей программе вы увидите... Насущные вопросы. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков провел личный прием жителей муниципалитета. Доступная диспансеризация. Глава округа встретился с сотрудниками и пациентами нового медцентра в Одинцове, где проводят бесплатные обследования населения. Летний отдых. В Одинцовском округе провели заседание межведомственной комиссии по распределению путевок в детские оздоровительные лагеря. Отчетный концерт. В культурно-досуговом центре «Мечта» выступили танцоры студии «Астерия». Многоликая палитра. Выставка картин воспитанников арт-студии открылась в культурно-досуговом центре «Ершовская». 30 мая 1896 года в Москве произошла печально известная Ходынская катастрофа. Паническая давка случилась в День народных гуляний по случаю коронации императора Николая II. Обещанные подарки и раздача монет привлекли на Ходынское поле более 500 тысяч человек. После слухов, что угощения и денег на всех не хватит, народ стал сметать все на своем пути. В тот день погибли 1389 человек и более полутора тысяч получили увечья. Что еще произошло сегодня в истории, расскажем в следующей рубрике. 30 мая 1431 года сожгли на костре Жанну Дарк. Еще в детстве ее посещали видения, а в 17 лет девушки явились святые, убеждая идти к законному королю Карлу VII и спасти страну. Прибыв в замок Шенон, Дарк убедила монарха, что она избрана богом и должна снять осаду с Орлеана, а затем возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Ей передали командование войсками, с которыми она отправилась в Орлеан. Город спасли, но Жанна попала в плен к англичанам. Суд обвинил ее в ереси, колдовстве и приговорил к смерти. 165 лет назад, 30 мая 1858 года, основали Хабаровск. История города начиналась с освоения Дальнего Востока. Согласно российско-китайскому договору, весь левый берег Амура переходил во владение Российской империей, правой – китайской империи Цин, до реки Уссури. После подписания договора для основания поселений по Амуру был отправлен 13-й сибирский линейный батальон. 30 мая солдаты высадились на Среднеамурской низменности и основали военный пост, назвав его «Хабаровка» в честь землепроходца 17 века Ерофея Хабарова. Сегодня отмечают один из гастрономических праздников – День окрошки – традиционного блюда русской кухни. Ее рецепт уходит корнями в далекое прошлое. Крестьяне на Руси часто готовили простые блюда из овощей – редьку с луком на квасу, тюрю из сухарей, хлебных корок, растительного масла и лука на простокваше, а прародительницы окрошки считают ботвинью. Суп из вареных и протертых листовых овощей, зелени на кислом квасе. А в Перу 30 мая – это Национальный день картофеля. В этот день в 1846 году родился Карл Фаберже – российский ювелир и основатель знаменитой семейной фирмы ювелирного искусства. Также в числе именинников сегодня первый человек, который вышел в открытый космос – космонавт Алексей Леонов и народный артист РСФСР Александр Демьяненко. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков встретился с жителями муниципалитета в местном отделении Офиса Единой России. Обращение по вопросам ЖКХ и расселения из аварийного жилья парламентарий взял на личный контроль. Материал со встречи Полины Баховой. Сырость, насекомые, а теперь еще непонятная вибрация вместе с неприятным гулом не дает спокойно жить, сетует Александр Вбитнев на приеме у депутата. По его словам, после ремонта подъезда ситуация не изменилась. У меня вот дача на болоте, так нет комаров, а здесь комары. Влага? Влага. Значит, вот ремонт закончился. Пошел в гул. Спать невозможно. Ну, особенно, конечно, страдают пенсионеры. По словам представителя УЖХ, все дело было в технических сложностях. Однако, проблему устранили и шума быть не должно. При проведении капитального ремонта подрядчиками фонда капремонта, там был заужен диаметр сопла. Соответственно, да, поступили обращения жителей с тем, что подрядчики фонда капремонта, после того, как проведут ремонт, есть гарантия 5 лет, управляющая компания туда как бы не влезает. Потому что влезем и сгораем, если тим. Пригласили представителей подрядной организации, представителей ресурсно-набжающей организации, посмотрели диаметр, поменяли, поставили все как нужно. После этого шумы ушли и, соответственно, подписали такой акт. Пообещала вновь сходить на объект, замерить шумы в случае их обнаружения и принять меры. А вот в жилищном вопросе Натальи Плужниковой власти, к сожалению, помочь не в силах. Администрация решает жилищный вопрос. Семейные вопросы, то, что брак не сложился, то, что вот, к сожалению, такая ситуация, это вы решаете внутри своей семьи. При разводе семья так и не смогла решить жилищный вопрос. Дом 39-го года постройки попадает под расселение, но проживать вместе и платить долги за коммуналку своего бывшего супруга женщина отказывается. Если он мне платит за квартиру и опять счет будет сдельным, я почему должна опять оплачивать за него долги? Мы не говорим сейчас о том. Нет, а я говорю о том, что как это дальше жить просто мне. В данной ситуации выход лишь один резюмировал депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков. Поэтому они жилье получают при расселении, сносе дома и решают свои вопросы, да, ли самостоятельно? То есть им надо эту квартиру, вновь полученную трехкомнатную, приватизировать, продать ее и деньги поделить? В свою очередь Дмитрий Голубков обязался взять вопрос под личный контроль и поддержать мать двоих детей в непростой жизненной ситуации. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Проверить здоровье за два часа без очередей теперь может каждый житель Одинцовского округа. Врачи общей практики и узкопрофильные специалисты проведут профосмотр, помогут выявить болезнь на ранних стадиях и вовремя начать лечение. Глава муниципалитета посетил центр диспансеризации, пообщался с сотрудниками и пациентами. Репортаж Елены Краевой. Паспорт, полис и два часа свободного времени понадобятся жителям Одинцовского округа, чтобы пройти профильный медосмотр в новом центре диспансеризации на улице Маршала Бирюзова. В рамках национального проекта здравоохранения бесплатное комплексное обследование доступно для лиц старше 18 лет. Что касается с 18 до 39, один раз в три года, это рекомендация или это то, что мы делаем государство бесплатно? То, что делать государство бесплатно один день в год. Один раз в три года. После 40 один раз в год. Человек имеет право прийти в наш центр и бесплатно получить судиагностику. Она может прийти каждый год, если вы придете, и ваш делится на 3, то это будет спонсоризация. Если, соответственно, не делится, то это будет профосмотр. И то и другое, соответственно, делать нужно обязательно раз в год. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть прикрепленным к Одинцовской областной больнице. Записаться на профосмотр можно по номеру 122 через сайт госуслуг или лично прийти в центр диспансеризации. Глава округа Андрей Иванов ознакомился с работой отделения, пообщался с сотрудниками и местными жителями, чтобы из первых уст узнать все плюсы и минусы организации процесса. Хорошо с того, что здесь и кровь берутся, не то, как там раньше было, туда бегишь, туда бегишь. Да, по разным кабинетам, по разным этажам. А это в одном месте, как-то прекрасно, и здание как-то современное. У нас здесь и специалисты все есть, и оборудование самое современное. Очень хорошо, спасибо. Ждем от вас какие-то обратные связи, какие-то пожелания. Оформление в регистратуре занимает не более пяти минут, после чего пациент получает маршрутный лист и посещает специалистов. Обследования, рекомендации и результаты анализов вносятся в личную карту. Это довольно-таки объемный перечень исследований. Исключается онкологические заболевания. То есть направлено на это, чтобы выявлять тяжелые онкологические заболевания, хронические заболевания. Поэтому делается ЭТГ, производится забор крови, мочи, кала, делается пренехвозимость УЗИ, делается маммография, клюрография. И, соответственно, если какие-то есть изменения, то направляется на более углубленные исследования. На второй этап. Там уже выполняется КТ, МРТ, гастроколоноскопия и так далее. Диспансеризация – первый шаг для определения состояния здоровья. После ее прохождения пациент получает на руки паспорт здоровья, который также отражается в личном кабинете на портале госуслуг. Медкластер работает в плановом режиме с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера, в субботу до 4 часов дня. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В культурно-досуговых учреждениях Подмосковья пройдет более 500 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. В программе тематические выставки, развлекательные программы, концерты и многое другое. Планируется, что в мероприятиях примут участие более 70 тысяч человек. Подробная информация размещена на официальных сайтах культурно-досуговых учреждений, на единой платформе домов культуры Подмосковья и на портале mosreg.ru. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. МОСТРАНСАВТО при поддержке Минтранса Подмосковья выпустила эксклюзивную коллекцию карт «Стрелка», посвященную столетию Центрального спортивного клуба армии. Тематические карты поступят в продажу 1 июня. Купить их можно будет в кассах автовокзалов и автостанций. Тираж ограниченной серии 5000 экземпляров. В рамках национального проекта здравоохранения жителей Подмосковья приглашают пройти диспансеризацию. Бесплатное комплексное обследование доступно для лиц старше 18 лет. Диагностика нацелена на выявление опасных заболеваний, болезни системы кровообращения и органов дыхания, онкологии, сахарного диабета. По результатам профосмотра терапевт даст свои рекомендации. В случае необходимости пациента направят на более серьезное обследование. Льготники Подмосковья, а также лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей инвалидов, могут оформить бесплатный проезд к месту лечения и обратно или компенсацию расходов на дорогу. Услуги по компенсации стоимости проезда доступны на портале госуслуг. Результат поступит в личный кабинет. Сам процесс подачи оптимизировали, исключили сверку документов в МФЦ, сократили список документов, внедрили сервис предпроверки реквизитов заявления. С начала года этими электронными услугами уже воспользовались более двух тысяч человек. В Одинцовском округе стартовала летняя здравительная кампания. В первую смену по льготным путевкам в подмосковные лагеря «Горизонт» и «Алмаз» поедут 110 школьников от 7 до 14 лет. В приоритете межведомственной комиссии, которая распределяет путевки, ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дети участников спецоперации. Заседание межведомственной комиссии по распределению путевок в детские лагеря проходит уже второй год подряд. Опыт показал, что эта инициатива главы Одинцовского округа Андрея Иванова позволяет направить большее количество ребят из льготных категорий на летний оздоровительный отдых. Пристальное внимание уделили семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям военнослужащих. Мы сегодня рассмотрим на первый заезд, на первую смену 110 ребят, 110 участников. Основной категорией у нас является детки трудной жизненной ситуации и в приоритете также детки семей участников специальной военной операции. Многодетные детки. Также мы сегодня предложим им поездку на отдых. Комиссия создана для того, чтобы сделать распределение бюджетных мест летней оздоровительной кампании, максимально прозрачным для жителей. Основные задачи межведомственного совета – рассмотрение заявлений и вынесение решения о распределении путевок. Каждому запросу подходит индивидуально. Если мы видим, что есть какие-то технические ошибки, или, допустим, видим, что ребенок, семья соответствуют нашим критериям, но при этом какие-то документы недовнесены, или нечетко выражены, или представлены с ошибкой, то наша как раз с вами задача – подсказать родителям, чтобы были исправлены недочеты, и чтобы ребенок смог воспользоваться нашей услугой. В этом году по итогам конкурсного отбора выбрано два детских оздоровительных лагеря – «Горизонт» и «Алмаз». Оба находятся в живописных местах Московской области. В принципе, родители в любой момент могут подъехать, передать что-то детям. Не так далеко, не так страшно. Я думаю, что желающие у нас всегда будут. Лагеря замечательные, мы уже неоднократно с ними работали. В детских оздоровительных учреждениях ребят ждут пятиразовое питание, различные спортивные занятия и активности, творческие мероприятия, тематические мастер-классы и многое другое. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». На территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах приведут в порядок дорожки, навигацию и сделают новое освещение. Его подобрали с учетом стилистики объекта. Также заменят асфальт на центральной аллее, восстановят цветники и высадят многолетники. А в местах перепада высот установят пандусы для маломобильных граждан. О других событиях в столице узнаем прямо сейчас. Обладатели безлимитных проездных билетов, записанных на тройку или карту «Москвича», смогут бесплатно брать велосипеды в городском прокате. Чтобы воспользоваться специальным тарифом, следует привязать тройку либо карту «Москвича» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы». Реализация пилотного проекта позволит повысить привлекательность городского велопроката, увеличить мобильность и снизить расходы горожан на пользование городским транспортом. В столице начался летний сезон проекта «Московское долголетие». Участников проекта ждет свыше 30 общегородских мероприятий. Конкурсы, фестивали, спортивные турниры, занятия в творческих лабораториях, лекции, мастер-классы и даже съемки сериала. Наибольшей популярностью у москвичей старшего поколения пользуются направления «Пеший лекторий» – экскурсии по историческим местам столицы. Этим летом на площадках для выголу собак будет работать более 120 пунктов вакцинации. Узнать прививочный пункт легко. Это синяя фирменная палатка государственной ветеринарной службы. Бесплатно привить своего питомца против бешенства также можно в любой государственной ветеринарной клинике города или на дому. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Отчетный концерт в культурно-досуговом центре «Мечта» выступили танцоры студии «Астерия». Многоликая палитра. Выставка картин воспитанников арт-студии открылась в культурно-досуговом центре «Ершовская». Новости спорта. О самых интересных спортивных событиях в округе, которые пройдут на этой неделе, смотрите в нашей рубрике. Танцоры студии «Астерия» выступили на отчетном концерте в культурно-досуговом центре «Мечта». В зрительном зале – родители ребят и гости мероприятия. В их числе была и наша съемочная группа. Дети, у меня один вопрос. Вы любите танцевать? Да! Родители, у меня вопрос. Вы любите, когда танцуют ваши дети? Да! Искренний восторг, море позитива и невероятная энергетика так и пульсируют со сцены от этих ребят. Отчетный концерт хореографических коллективов школы танцев «Астерия» не дает усомниться. Здесь дети не просто учатся этому искусству, они им живут. Танец – это продолжение моей души, это то, что я испытываю в моменте, то, как я хочу показать музыку, что я испытываю, что я представляю. Танец – это эмоции и это целая история, которую ты рассказываешь на сцене по-своему, своими движениями. Это как отдельный язык. Эти девочки начали учиться в школе танцев с раннего детства. Сегодня они – чемпионки России, призеры чемпионатов мира и Европы. Их пластика, красота движений завораживает и подает пример для начинающих. Всего в школе «Астерия» 15 детских групп разных направлений и стилей. Показать многогранный, но одинаково красивый танец – главная особенность студии. От трех до шести лет – это детский педагог, который конкретно с ними занимается. Это детские навыковые группы. И к семи годам они уже готовы выбрать какое-то современное танцевальное направление. Либо это контемпори-риджаз, хип-хоп, спортивная диско. То есть дети к семи годам уже имеют базу, с которой они могут идти дальше, а могут и остаться в эстраде, заниматься танцевальным шоу. Когда-то мама привела семилетнюю Дашу в студию бального танца. С тех пор это стало частью всей жизни. А пять лет назад появилась танцевальная студия «Астерия». Сегодня это большой танцевальный дом, говорит Дарья, где работают настоящие профессионалы. Та команда, которая сейчас в «Астерии», я очень ей довольна. Молодые, с горящими глазами, все хотят результат, все развиваются, все обучаются. Это то, что нужно в современном направлении для детей. Каждое занятие – это хорошая физическая нагрузка. Танец развивает чувство ритма, координацию, умение слушать музыку, работать в команде. Это довольно-таки сложные танцы, и у них и занятия как бы физкультурой тоже есть, совмещается одно с другим. Поэтому я считаю, очень хорошо. И танцуют, и физкультурно. Я же говорю, фигура вырабатывается прекрасно. А выход на большую сцену – это преодоление себя, своих страхов и, конечно, награда в виде зрительских оваций за проделанную работу. Ребенок понимает, что большая сцена – это не просто в студии где-то потанцевать в зале, а именно большая сцена, и ей как-то это нравится. Такая вот как актриса. Ребенок грезит большой сценой. Отчетные концерты. В прошлом году был большой концерт, сегодня у нас второй год, и ей очень нравится заниматься, кубки получать, медали в конце. Чтобы танцевать, не нужны особые таланты, уверяют профессионалы. Главное – рассмотреть в ребенке желание, поддержать его в этом и направить. Я хотела бы сказать, чтобы родители слушали сердца своих детей. И если ребенок хочет пойти на танцы, обязательно, чтобы он его услышал и привел. Потому что в этом и есть, наверное, счастливое детство ребенка. Чтобы он занимался любимым делом. А современные танцы – это и спорт, и искусство. Это самое уникальное, что может быть для развития дополнительного образования. Записаться в танцевальную студию на будущий год можно уже сейчас. Желающих немало, а количество человек в группе ограничено. Занятия проходят в лесном городке и в гусарской балладе. Причем не только для детей, но и для взрослых. Летом для ребят организуется детский лагерь. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В культурно-досуговом центре Ершовская прошла отчетная выставка картин «Многоликая палитра». Работы представили воспитанники арт-студии. В течение всего учебного года под руководством педагога Анны Шмелевой любители изобразительного искусства осваивали художественные техники и писали картины. Рассказывает Екатерина Крамер. Живопись, графика, батик, академический рисунок. В холле культурно-спортивного досугового центра «Ершовская» можно увидеть картины, выполненные в разных техниках. На отчетной выставке «Многоликая палитра». У нас ежегодно проводится отчетная выставка. И именно эта выставка и представляет все-все работы, труды за целый год. В этой выставке также представлены работы детей, которые участвовали во всевозможных фестивалях и конкурсах. И они были призерами и лауреатами. Обычно Анна работает с детьми от шести лет. Однако среди ее учеников есть и взрослые. Всего на экспозиции представлено более ста картин. Также к открытию выставки ребята подготовили творческие номера. Многоликая палитра проходит уже в седьмой раз. И в этом году в ней приняли участие 62 ученика арт-студии. Увидеть картины в КДЦ «Ершовская» можно в течение месяца. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Минюст России внес «Гринпис» в перечень нежелательных организаций на территории нашей страны на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации. По мнению специалистов, деятельность этой экологической организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности нашей страны. С другими новостями России знакомимся прямо сейчас. Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета. Самолет летел из Сочи. Одному из пассажиров стало плохо, у него упало давление, и он потерял сознание. Врачи, летевшие с научной конференции тем же рейсом, оказали необходимую помощь. Благодаря их слаженной работе и наличию у стюардесс всех необходимых препаратов, борт не пришлось экстренно сажать. Более пяти с половиной тысяч зрителей собрались в музее-заповеднике Чехова «Мелехово». Здесь прошел фестиваль «Мелеховская весна». Театральный смотр собрал самые разные постановки. В течение десяти дней спектакли об Антоне Павловиче или по его произведениям представляли трупы со всей страны. Закрыл фестиваль МХТ имени Чехова. В Новосибирской области фермер среди стада коров обнаружил лосенка. Малыш потерял своих родителей и прибился к животным. Он был здоров, но нуждался в молочном вскармливании. Мужчина за ним ухаживал и даже дал ему имя – Шатун. Фермер обратился в Минприроды. Родителей лосенка не нашли и передали его в зоопарк. В естественных условиях обитания он мог погибнуть. Футбольные матчи, активности в парках – это и многое другое вы узнаете в рубрике «Новости спорта». О самых интересных спортивных событиях в округе, которые пройдут на этой неделе, расскажем прямо сейчас. Для всех любителей активного образа жизни 30 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдут занятия по йоге. Всех желающих ждут в административном здании парка. Начало в 12 часов дня. 31 мая сборные Одинцовского городского округа примут участие в областном фестивале ГТО. Спортивный праздник состоится в Держинском. В первый день лета в гимназии святителя Василия Великого пройдет отбор учащихся всех школ округа в сборную команду по волейболу. Лучше из них примут участие в Кубке губернатора Московской области, который состоится 1 июля. Для всех любителей футбола 4 июня стартует летний чемпионат округа по футболу в формате 6 на 6. Матчи будут проходить на Центральном стадионе Одинцова с 7 и до 10 вечера по адресу Бульвар Любы Новоселовой, дом 17. А в выходные 3 и 4 июня на стадионе «Спартак» в Денигороде пройдет международный детский турнир по футболу на призы Юрия Гаврилова. В нем примут участие 16 команд. Игры стартуют с 9 утра. В Англии супругам удалось спастись из пожара благодаря двум чихуахуа, которые их разбудили. Хозяева проснулись от лая собак, когда в доме произошел пожар. Они тут же схватили питомцев и выбежали на улицу. На помощь прибежали и обеспокоенные соседи. Благодаря бдительным животным никто не пострадал. О других событиях в мире смотрите далее. В Коста-Рике начал дымить один из многочисленных активных вулканов. Данных о пострадавших нет. Однако облако пепла попало в реки и озера, и возникла проблема загрязнения водоемов. Местные власти уже анализируют качество воды и обеспечивают безопасность питьевой воды для населения. В Индии чиновник уронил телефон в воду во время селфи. После этого он приказал осушить дамбу Хиркатта в центральном индийском штате. После того, как местные водолазы не смогли найти телефон, чиновник заплатил за доставку дизельного насоса. Для откачки воды потребовалось три дня. По его словам, это было необходимо, так как в телефоне содержались конфиденциальные правительственные данные. Теперь чиновника отстранили от работы. В яблоках обнаружили потенциальное средство борьбы с возрастными изменениями – кварцетин. Открытие сделали ученые из Гарвардского университета. В результате исследования они выяснили, что регулярное употребление этих фруктов может предотвратить развитие первых признаков слабости, которые часто появляются после 40. На протяжении 12 лет ученые изучали более 1700 мужчин и женщин среднего возраста. В результате выявили, что употребление 10 мг кварцетина в день, содержащихся в большом яблоке, снижает риск возникновения слабости на 20%. И теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет малооблачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 19-21 градус, ночью от 13 до 15 тепла. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Геомагнитное поле неустойчивое. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в нашем информационном выпуске в 20.00. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видится на ваших экранах. Мы вам желаем прекрасного продуктивного дня и ждем вас завтра утром на телеканале ОТВ. С вами были Полина Толмачева и Ольга Дмитриева. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok